Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, чтобы вот немножечко, знаете как, определить то, с чем мы имеем дело вообще. Потому что вот как-то я вот почитал ваше сообщение и понял основной его лейтмотив, ну их даже несколько этих лейтмотивов, но все равно некоторые моменты абсолютно для меня не понятны. Первое. Значит, молодому человеку в 18 лет живет с родителями и зависит от них. Ищите вы. Категорически считает своим долгом делать все, что скажут ему они. Здесь родительская установка направлена на то, чтобы сын делал то, чтобы сын делал то, что, собственно, хотят родители от него, да? Это установка вполне понятна, эта установка вполне нормальна, эта установка вполне естественна для родителей, но, смотрите, Ваш молодой человек эту установку принимает. Да? Мы сейчас не будем говорить о том, хорошо это или плохо, а просто принимает. И принимает он ее настолько, эту установку, что готов сделать абсолютно все. Совершенность. И вот здесь момент. Знаете, родители, родители вашего молодого человека вообще-то не захотят отпускать своего ребенка, своего сына, да? Куда-либо еще. То есть, надо сказать здесь, что ваши надежды, скорее всего, они, ну, как вам, лучше пояснить, ваши надежды, они, скорее всего, лишены всякого смысла и всякой какой-то вот такой подоплевки. Я имею в виду подоплевки именно связанной с профессионализмом. То есть, вы считаете, что мужчина, да, поменяется, изменится, станет другим. А это здесь не работает так. То есть, мужчина, скорее всего, женится на девушке, которую выбрали ему родитель, и будет просто-напросто время дергать вас, что вот он выполнит вводу своих родителей, он, значит, сделает так, как хотят они, а потом уже, потом уже он будет с вами. То есть, кто-то будет обещать вам некие такие золотые горы, которые, собственно, будут в его воображении. То есть, нужно понимать, что он вам не врет. Нужно понимать, что он не обманывает, когда говорит, что действительно хочет с вами общаться пока. И он также не будет вас обманывать, когда захочет с вами более близкого контакта после того, как, собственно, женится на вот этого девушке. Ну, а что? Женились, начали жить, и, собственно говоря, почему у него не может быть любовницей? А вы идеально подходите на эту роль. Для него. То есть, я хочу, чтобы вы в этот момент поняли для себя. У нас были отличные отношения, пишите, вы любили друг друга, он не разу, он не раз об этом говорил, и я поверил в то, что он действительно хочет со мной серьезных отношений. Ну вот, тоже весьма интересный момент. Вы пишете о том, что поверили, по сути, человеку, да, который, ну, зависим от своих близких, от своей семьи. Поверили человеку, зависимому. И человек, если, вот, если зависимый человек, ага, говорит, что-то, то сразу возникает такой вопрос. Сразу возникает такой вопрос. А насколько мужчина может обеспечить свои слова? Насколько его слова могут быть подтверждены? Да? Вот это вот очень важный вопрос. Потому что, если слова ничем не подтверждены в принципе, ну, логично предположить, что мужчина просто вам врет. При том, что он может, в общем-то, искренне верить в то, что происходит. Он может искренне считать, что, ну, что он хочет с вами от серьезных отношений. Но это всего лишь слова. Вопрос, который я хочу вам задать, это вопрос такой. Есть ли у вас подтверждение того, что мужчина отвечает за свои слова? Вот это вот очень важный момент, на мой взгляд. Потому что, если мы на это не будем опираться, то вы так и будете верить своему молодому человеку, да, и, собственно, все это закончится тем, что либо вы так и будете ему всю жизнь верить, либо окончательно разочаруетесь еще больше, причем с негативной реакцией для себя и на себя. Значит, вы пишите родителям его понравилось, дарили подарки, говорили, что я стану хорошей женой, и вообще относились ко мне очень нежно, как к своей. Недавно произошла абсурдная ситуация. МЧ заявила о том, что хочет со мной общаться, что со мной он счастлив, но родители решили его судьбу, через два года брак по расчету, а девочка из богатой семьи, в общем, вы описываете далее, как бы, плюсы этого брака. Здесь у меня вопрос возникает. Ну, хорошо, хорошо. Значит, далее, родители, да, ход, собственно, жизнь, своего сына, да? Да. Вот, молодцы. Вопрос в другом. Что это за общество такое, которое позволяет вот так вот легко определить, как будет настраиваться жизнь человека. Вот, если, если, так принято в обществе, о котором идет речь, да, то это одно. Если не принято, то, соответственно, возникает проблема с молодым человеком, уже самим. То есть, как-то он не хочет, чтобы его, его жизнь менялась. Понимаете? Вот. Тут нужно проанализировать устои обществу, потому что это как-то немного странно, что родители прям так уж слишком, да, планируют жизнь своего семьи. Далее. А вас, они думают, что это так, не серьезно? Ну, знаете, в этой ситуации, в ситуации, когда вот такая вещь происходит, да, родители относились к вам хорошо, да, проблем в принципе не было у вас с ними, говорили, что вы будете хорошей женой, потом вдруг радость что-то поменяла. Тут есть два варианта. либо либо действительно родители внезапно увидели какие-то плюсы от того, что он женился на ну на в той девочке, либо ваш младший человек врет. Вот других вариантов вообще нет совершенно. Других вариантов нет. поэтому я рекомендую вам все-таки об этом также подумать и подумать хорошо. можете прийти значит можете прийти к родителям можете поговорить с родителями спросить у них могут как так произошло почему так произошло что вас так кого-то нули об этом наверное говорил с родителями. Дальше значит он не стал возражать своим родителям в общем принял что-то кто-то и ушел значит на вопрос о том как он может любить меня если даже не возразил ничего или не уверял их в том что я буду для него отличной длиной он ответил что для него слова от статашков он им должен умереть нет сын продолжать их фамилии и не собирается возражать против них рисковать своим будущим как он сказал он тогда останется без всего и кому он тогда будет нужен в очень сложной ситуации я понимаю что он меня предал а вы знаете здесь я вам пожалуй возражу и скажу что никакого предательства нет с его стороны дело в том что мужчина всегда был зависимым от мнения своих родителей то есть в этом контексте ничего совершенно не поменялось абсолютно он так был строгим последователем своих родителей но он так и остался именно и то что вы думали что мужчина поменяет свое мнение но это скорее уже ваши ожидания и ваш образ ваше вера вера о которой вы пишете ниже вера которую вы называете ниже когда вы говорите верите что он может измениться верите что он может стать другим но вера она достаточно слепа и я хотел бы уберечь вас только от одного от того чтобы эта вера не несла вам вреда того вреда который несет вам по сути дела сейчас мужчина любил вас и любит вас до сих пор но для него важнее родиться и так было всегда вы об этом знали он об этом знал предательством называть это не стоит вот если бы он внезапно резко поменял свое убеждение вот это да об этом было предательством а так это не предательство были ли у него серьезные намерения ко мне вы пишите что у него не было ко мне серьезных намерений но тут тот же момент не разговаривая с его родителями и не зная о том как родители относятся к этому посадку то есть лишь со слов молодого человека сложно сказать действительно ли он не имел по отношению к вам серьезных намерений может быть он имел по отношению к вам серьезные намерения да и родители поддерживали его интереску к вам то есть все хорошо но потом когда родители поменяли свою точку зрения мужчина понял что как бы он вас не любил родители все равно решили по-своему и соответственно не захотел вступать с ними в конфликт то есть не факт что у него не было по отношению к вам серьезных намерений не факт у вас идет защитная реакция сейчас защитная реакция принижения обесценивания того что у вас не получилось но избегайте этой защитной реакции она вам не поможет она наоборот наоборот навредит далее с другой стороны он говорит про то что ему стыдно за это и не понимает как так могут с ним поступать родители но это просто и слова если он ничего не готов ему возвращать то просто он вам жалуется высказывает вам выплескивает негативную энергию не более того то есть воспринимать его слова как что-то серьезное не стоит мужчина следует судить не по поступкам а не по словам слова знаете может может говорить каждый а также продолжает продолжал обнимать и говорить о том что хочет общаться просто на не более так как не имеет права не хочет делать не более но опять же вы пишите собралась это выглядит лицемерно но лицемерно это выглядит с вашей стороны потому что вы наверное рассчитывали что будет его женой также я углядел у вас в тексте значит и некоторые моменты собственничества значит на вопрос о том пишите вы что родители думали обо мне в тот момент он ответил что я так не серьезно и вы говорите что могли бы быть для него отличной женой вы говорите что вы могли бы стать для него отличной женой вы пишите что вот он значит он не выразил никак и не уверял в том что вы будете для него отличной пассией вот эта вот ваша фраза она как бы ну имеет налет некий собствен собственничества некого собственничества то есть вы наверное уже рассчитывали что мужчина будет вашим мужем теперь вы называете тот что говорит лицемерием но на самом деле на самом деле если у мужчины действительно все так то его слова это еще хорошо его слова говорят о том что у него есть совесть у вашего мужчины у вашего мужчины есть человечность а лицемерно вы это считаете потому что вы не можете принять что вы стали на втором месте вы не можете принять то это мужчина не принадлежит вам почему не можете зависит опять таки от ваших взглядов от ваших устоев от ваших установок от ваших ценностей и так далее далее вы пишите что он сглаживает вину передо мной ну как сглаживает вину ммм он хочет поступить влагорок под машинюку да вину он чувствует но сглаживать вину такого рода вряд ли можно он пытается поступать благородно но не понимает что с его точки зрения он не виноват в глобальном смысле виноват он только в личном смысле то есть сам перед собой он чувствует что он виноват но поскольку мужчина опирается на мнение родителей а не на свое соответственно и мнение мужчины является куда менее значимым тем мнение родителей и соответственно собственная ответственность за свои решения и поступки является куда-либо менее выраженным чем ответственность например родителям поэтому говорит о вине здесь сможет достаточно относительно и скорее всего вам хочется чтобы он в глазах Ну, это опять-таки идет проект, опять идет перенос, я бы сказал, даже перенос своих чувств на него. Но вообще это называется проект, это у нас все-таки все другое. Клубе, дыши, я верю, что он может стать независимым мужчиной, а как? Что на это указывается, какие обстоятельства, вообще, если у вас есть аргументы, пользуясь этой точки зрения, почему вы так думаете, если у вас действительно основание верить, этому не очень понятно, не очень понятно. Пока он сам этого не хочет, его все устраивает. Чтобы он стал независимым мужчиной, но и чтобы его перестало устраивать. Соответственно, подумайте, его может перестать устраивать то, что есть сейчас. Подумайте только здраво, без веры и без желания. Подумайте вот именно чисто, только лишь разумом. Постарайтесь, это не так сложно. Ответьте себе на этот вопрос, и честно, сколько, честно ответим на вопрос. И, да, вам будет понятно. Имеет ли смысл надеяться и ждать, что он станет независимым мужчиной? После чего, как он со мной поступил, я все же желаю ему счастья и хочу показать, что со мной и без этого брака, положение ему в детстве, он будет счастлив. Думаю, как он это поймет, он будет противиться родителям и приубедать их в том, что он хочет быть со мной. А вот еще. Я желаю ему счастья и хочу показать, что со мной и без этого брака, он будет счастлив. Если вы желаете ему счастья, то вы оставите его в том положении, в каком он сейчас. Если вы желаете ему счастья, то вы дадите ему действовать так, как он хочет. Вы оставьте его. Скажите ему просто, что я желаю тебе самого лучшего, но смотреть на то, как ты, например, уничтожаешь себя, я не хочу. И я хочу жить своей жизнью, поэтому я ухожу. Вот это можно сделать, если вы желаете ему счастья. Я хочу показать, что со мной он будет счастлив без брака и положения в обществе. Звучит это примерно так. Я хочу дать мужчине свои ценности. Я хочу, чтобы мужчина думал так же, как и я. Вот что вы говорите этой фразой. Непонятно, если вы считаете предательством то, что он сделал, как вы после этого хотите быть ценным. Ведь он вас предал. Если вы считаете, что это предательство, он вас предал еще раз. В вашем восприятии. Просто ради выгоды, ради, не знаю, стабильности, ради какой-то общей идеи, цели. Непонятно. Думаю, как он это поймет, будет противостоянить. И переубитать их в том, что он хочет быть самым. Вы знаете, вы если верите в то, что вы пишете сейчас, то вы пытаетесь все-таки обосновать для себя, вероятно, что подобно. Потому что, ну, скажем так же, женщине, что вы просто верите в то, во что хотите верить. При этом никак абсолютно не подкрепляете своей верой совершенно. Чтобы мужчина начал противиться родителям, нужно, чтобы его ситуация перестала устраивать, как правильно казалось. А ему важно положение в обществе, ему важен этот брак, ему важен достаток, ему важно оправдать ожидания своих родителей. Если после года отношений с вами, мужчина все равно продолжает следовать линии своих родителей, почему вы думаете, что он внезапно поменяет свою точку зрения? Ну вот на чем вы опираетесь? На что вы опираетесь? Отвечая на ваш вопрос с точками делаем, я скажу так. Так, исходя из ваших интересов, исходя из того, что лучше и полезнее вам, я думаю, что вам стоит оставить молодого человека в покое. То есть просто уйти из его жизни. Сказать, хорошо, ты сделал свой выбор, я желаю тебе счастье, живи, но я в этом участвовать, например, не хочу. Так вы ему скажете и действительно живите в своей жизни, действительно действуйте так, как вы хотите, живите для себя. Если молодой человек действительно вас любит, если молодой человек действительно, как вы говорите, может стать независимым мужчиной, он испугается вас потерять и начнет действовать. Ну а если нет, значит, вы ошибались. И, собственно, хорошо, что он с вами родился, потому что, если бы это было позже, было бы больнее. И все-таки, ну, как-то вот в своих жизненных ориентирах старайтесь отраться на какие-то вещи, которые можно проверить, которые можно изучить, которые можно действительно подтвердить. А у вас, что в словах молодого человека, что в вашей вере, что в вашем желании, в словах какая-то некоторая такая наивность. Где гарантия, что молодой человек не соврал, соответственно, слов родителей. Где гарантия, что мужчина может стать независимым. Где гарантия, что он обязательно сопротивится и поймет, что вы для него отличная база. Ну вот где гарантия? Почему вы связываете свою жизнь и свое дальнейшее будущее с тем, что никак нельзя подтвердить и гарантировать? Это прямой риск попадания в зависимости. Я надеюсь только то, что у вас зависимости еще нет и вы сможете жить своей жизнью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.